А что нам теперь с собой делать? А что нам теперь делать нечего? О, пойдем со мной! История жизни обычной дворняги, описанной Чеховым почти 130 лет назад, до сих пор волнует и режиссеров, и зрителей. Причем даже в самом нежном возрасте. Дети с удовольствием смотрят спектакль со взрослыми мыслями о выборе и преданности. Он непосредственный, все впитывает, открытый, доверчивый, ранимый. Ребенок – это самый такой зритель, которого, конечно, не обмануть, он тебя не простит. И ты сам себе потом это не простишь. Новосибирский театр, хоть и молодежный, но со своей историей. Он был создан еще в 1930 году Александром Брянцевым, основателем детского театрального движения. Сегодня Труппа ставит не только классику, но и сложные спектакли с отрывками симфонических оркестров, с элементами мюзиклов, кукольных постановок и даже цирковых трюков, как это случилось в Каштанке. Театр в регионе – это больше, чем просто театр. Он не может быть просто площадкой для проката и показа спектаклей. Это большой комплекс вообще активностей художественных, творческих, интеллектуальных, которые должны развивать и нас в том числе. Активная позиция и прекрасная постановка Каштанки сделала «Глобус» участником проекта «Золотая маска» в регионах России. Его цель – познакомить жителей небольших городов с настоящим искусством. Кроме Железногорска, спектакль увидят дети в Губкине и Старом Осколе. Мы всегда открыты сотрудничеству, всегда рады новым городам, новым возможностям. Еще раз большое спасибо Благодаритому фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за то, что в этом году у нас есть возможность провести такой замечательный проект для детей. В детском спектакле нет мелочей. Важно все – свет, музыка, декорации, игра актеров. Тогда эффект будет достигнут. И добро, заложенное в рассказе Чехова, доберется до адресатов. Ангелина Рязанцева, Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев, Телеканал 7.